Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТСУ «Время новостей». В студии Айнурмир Ханва сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. В начале выпуска коротко о самом главном. В Алматинской области прошли выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан. В голосовании приняли участие 287 выборщиков. 12 августа 2020 года во всех областях страны, а также городах Нур-Султан, Алматы и Шимкент, стартовали выборы 17 депутатов Сената Парламента Республики Казахстан. В список выборщиков по Алматинской области включено 317 голосующих лиц. Из них приняли участие в голосовании 287 человек. Местом для голосования определен Талдыкурганский спорткомплекс «Жастар». Здесь для выборщиков созданы все условия, необходимые для обеспечения санитарной безопасности избирательного процесса. Начиная от дезинфекционных коридоров, перчаток, масок, заканчивая соблюдением санитарных расстояний во время голосования. Вот я вижу, организовано хорошо, расстояния соблюдены, всем возможно знаны. И проголосовал, пошел на место, посидел. И можно себя обезопасить и других обезопасить. Депутат – это человек, который связывает правительство и народ. Я считаю, что это самый ответственный, самый важный момент в жизни каждого депутата. Эти выборы проходят в особенных обстоятельствах. Все санитарные меры сохранены. С 10 до 11 утра по времени столицы прошла регистрация выборщиков по Алматинской области. Сами выборы начались в 11 часов по времени Нур-Султана. Следует отметить, на депутатство в Сенате претендовали два кандидата. Это Осет Кадрманов, председатель профсоюзного центра области 1981 года рождения. И Султан Дюсимбинов, секретарь Алматинского областного маслихата 1959 года рождения. Всего у нас было 9 кандидатов выдвинуто. 7 кандидатов выбыли по тем или иным причинам. Два кандидата были включены в избирательный бюллетень. По итогам голосования за Дюсимбинова отдали 264 голоса выборщики. Это составляет 92%. За Кадрманова 21%. Это 7,3%. Два бюллетеня у нас признаны недействительными. Специалисты заверяют, протокол голосования областной избирательной комиссии своевременно направляется в Центральную избирательную комиссию. Добавим, в список выборщиков по республике включено 3069 депутатов маслихата. Регистрацию и ход голосования отслеживали 180 национальных наблюдателей и 5 международных. По их мнению, выборы депутатов Сенат РК были открытыми, нарушений не зафиксировано. Евгения Присяжная, Айдос Калиев, Жаек Курманбаев, телеканал ЖТСУ. Новый главный государственный санитарный врач назначен в Алматинской области. Им стал Ерголис Эдеманов. Имеет три высших образования и богатый опыт в сфере здравоохранения. Трудовую деятельность начал в 1987 году. В разное время возглавлялся на педслужбы городов Атырау и Талдыкурган. С 2005 по 2019 годы руководил департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области. До сегодняшнего дня занимал пост главного государственного санврача Мангистауской области. Наука в помощь. Весной агрохолдинг «Байсерки Агра» вновь начал использовать на своих опытных полях передовые научные разработки. И вот пришла пора считать цыплят. Вице-министр сельского хозяйства РК Айдар Бек Сапаров с рабочим визитом посетил Алматинскую область. Он ознакомился с ходом уборочной кампании в регионе и агрохолдинге «Байсерки Агра» и сравнил результат. Подробности из сюжета. Не объём полей, а их урожайность рекомендует повышать учёные. В этом направлении уже 18 лет работает опытное хозяйство в «Байсерке Агра». Это своего рода многопрофильная ферма. Ухоженные поля с посевами кукурузы, сои и пшеницы. Передовая сельскохозяйственная техника и роботизированное оборудование. Благодаря сотрудничеству с учёными и применяемым инновационным подходом, урожайность выращиваемых культур в сравнении с периодом начала работы агрохолдинга выросла в три раза. Если на обычном поле приходится сеять 200 килограмм семян пшеницы на гектар, то на той же площади мы сеем от 12 до 40 килограммов, потому что наши семена чистые, без грибка. Их урожайность на 40% выше. Результат научных разработок – до 65 центнеров с гектара пшеницы, вместо привычных – 20-25. Кукуруза – 200 центнеров с гектара, тогда как другие хозяйства получают около 80. Кстати, здесь используются только биоудобрения. Проверены агротехнологии, учёные предлагают применять и в других областях Казахстана. Наш препарат под названием «Экстрасол» уничтожает вредителей только на листьях и корнях растений. Я считаю, что нужно создать по стране центры, которые бы работали по нашим методикам. Перенять опыт жидысузских фермеров в планах и у заместителей Акимов областей из южного региона страны. Байсирке Агро – это сочетание производства и науки, аналогов которому у нас в стране очень мало. Поэтому мы хотим начать применять передовой опыт агрохоудинга и в своей области. В завершении визита вице-министр встретился с учёными института. В ходе беседы был затронут вопрос и по соблюдению безопасности в период карантина. Айдарбек Сапаров выразил отечественным учёным благодарность за упорный труд и высокие показатели. Увиденным доволен. Здесь проделана большая работа. Я объехал все поля. Динамика действительно хорошая. Поэтому методы работы здешних учёных следует широко пропагандировать по всей стране. Уже сейчас по всему Казахстану ведётся сбор урожая. По словам вице-министра, на сегодняшний день собрано более 6% от общей площади пассивных. Около 2 миллионов тонн урожая уже в зернохранилищах. Гульмира Тимиргалиева, Курманджан Касымжанулы, Аманжол Жонкешев, телеканал ЖТСУ из Толгарского района. За 7 месяцев текущего года более 4 миллионов тенге административных штрафов наложено сотрудниками Департамента полиции Алматинской области, дорожным организациям. Причина – невыполнение требований по содержанию автомобильных дорог. Несмотря на баснословные взыскания, дорожники до сих пор не спешат исправить ситуацию. Свидетельством тому стали результаты объезда, проведённого накануне в специальной мониторинговой группе. Подробности в материале. Это 222-й километр автодороги республиканского значения Алматы-Усть-Каменогорск. В день по этой трассе проезжает более 4,5 тысяч машин. По словам полицейских, за 7 месяцев текущего года на данной автомагистрали произошло уже более 60 ДТП. В некоторых случаях именно некачественное содержание автодорог, как утверждают специалисты, является причиной дорожных происшествий. Сейчас уже у нас август месяц. Через два месяца уже опять мы сейчас пойдём по зимнему обсуждать. Вот это когда вы будете, допустим, чистить, убирать? Это же тоже влияет. Смотрите, машина проедет, сейчас от него отсколок камень полетит в стекло. То есть кто-то будет завтра тоже потери какие-то. Если сотрудники антикоррупционной службы досадовали о неисполнении элементарных требований, которые должны проводиться дорожниками сезонно, полицейские указывали ответственным лицам на конкретные нарушения, которые должны контролироваться и устраняться в немедленном порядке. Наблюдаем на месте данного участка дефекты в виде промойны, телескопические лотки размытые, а также то же самое промойны. Как утверждают представители областного филиала «Казавтожол», отвечающие за содержание данной автотрассы, за пять лет с момента её эксплуатации они системно контролируют состояние дорог и своевременно выдают замечания подрядчикам на устранение и ликвидацию нарушений. Однако визуальный анализ проведенной комиссии показал обратное. Нами совместно с представителями антикоррупционной службы по Алматинской области и также с представителями «Казавтожол» проведено совместное комиссионное обследование. В ходе обследования выявлены дефекты, которые ранее указывались в выданных предписаниях. Данные дефекты могут привести к дорожно-транспортному происшествию. Этот дорожный размыв за сегодня является не первым нарушением содержания автомобильных дорог. Как утверждают сотрудники департамента полиции, за подобные правонарушения с начала текущего года было выдано более тысячи предписаний. По данным предписаниям, в отношении свыше 160 должностных лиц составлены административные протоколы на общую сумму более 4 миллионов тенге. В целом, в рамках проекта «Сапалы Жола» Далдыхалангы антикоррупционной службой совместно с другими госорганами за семь месяцев текущего года проведено более 40 подобных выездов. Мероприятие будет проводиться до конца года. 33 человека погибли во время купания с начала года. 13 из них дети. Печальная статистика обнародована департаментом по чрезвычайным ситуациям Алматинской области. Несмотря на пандемию, на самых крупных водоемах и оборудованных спасательными станциями частных зонах отдыха определены места для купания. Но из-за наплыва желающих места там нужно бронировать заранее. В связи с ограничением работы оборудованных пляжей многие люди организуют так называемый отдых дикарями. Непредназначенные для купания места несут угрозу жизни отдыхающих. На прошедшем брифинге представители ДАЧЕЯ Салматинской области рассказали о предпринимаемых им мерах по обеспечению безопасности отдыхающих и призвали граждан соблюдать правила отдыха на воде. Личный состав оперативно-спасательного отряда службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области с начала июня месяца работает усилен в варианте режима работы. На местах большого отдыха людей организовано ежедневное патрулирование спасателей в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций. И сейчас это основной патрули, личный состав отряда они направлены на такие дикие пляжи где люди начали отдыхать где отсутствуют спасатели в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций. И также в этом году на основных водоемах области где находятся спасательные подразделения отряда организованы ночные патрули. С отступлением темноты личный состав на специальном автотранспорте объезжает береговую линию и кое-где даже фиксируются факты что люди ночью купаются с ними проводят разъяснительную работу. На сегодняшний день определено 61 разрешенное место для купания. Департамент ПЧС Алматинской области настоятельно рекомендует гражданам не организовывать отдых в неположенных местах поскольку это усложняет задачу по обеспечению их безопасности. Отметим, что в этом году активная работа спасателей позволила уменьшить статистику несчастных случаев на воде почти на 50%. Рассыпается на глазах Экологи обеспокоены судьбой Чарынского каньона передает Хабар-24 По словам экоактивистов вред наносят вертолеты которые постоянно летая над ними образуют мощное звуковое давление От этого знаменитый песчаник буквально рассыпается на глазах Это видео было снято на Чарынском каньоне экоактивистом Тимуром Ильусизовым На нем отчутливо видно как над уникальным памятником природы летают вертолеты с туристами Всего за час было проведено три воздушные экскурсии Такая прогулка над ущельями вызвала возмущение у защитников природы В Национальном природном парке уверяют, что этот объект берегут как зеницу ока и от вертолетов никакого вреда нет Однако активисты констатируют факт разрушения Чарынского каньона именно из-за полетов вертолетов И это подтверждает их видео О чем сожалеют общественники так это о том, что за такие нарушения частные турфирмы никто не наказывает Жительница Костанайской области в частном доме организовала подпольный цех по изготовлению алкогольной продукции сообщает закон КИЗ Департаментом экономических расследований проведены проверочные мероприятия по фактам реализации суррогатной алкогольной продукции В ходе осмотра цеха обнаружены спиртосодержащая жидкость оборудование для розлива продукции различные отара а также другие материалы используемые в незаконной предпринимательской деятельности Зачинщицу незаконной подпольной деятельности в городе Житыкара задержали Приговором местного суда женщина признана виновной в совершении адмправонарушения с наложением штрафа и конфискацией спиртосодержащей жидкости Эстафета добра Предприниматели Алматинской области совместно с волонтерами лидер КИЗ собрали около 230-килограммовых продуктовых корзин социально уязвимым семьям Такую идею безвозмездной поддержки нуждающихся добровольцы отсуществили вслед за столичными жителями В Талдыкурганской палате предпринимателей царит особая аура, атмосфера сплочённости и единства Неравнодушные к проблемам малообеспеченных семей добровольцы собрались здесь для общего дела упаковать подготовленные продукты первой необходимости в коробки и как можно скорее отправить их по пунктам назначения Не остались стороне представители бизнес-комьюнити На благой поступок ими было выделено свыше полутора миллионов тенге Учительное объединение Минума-Тамикеном Республиканское совместно с Национальной палатой предпринимателей Организовали этот марафон добра Стартовало это всё в городе Нур-Султан Алматинская область приняла эстафету от Актюбинской области и передаём Карагандинской области И это не ограничивается только вот этими корзинами продуктовыми Многие из них отремонтировали больницы Многие организовали питание для медицинских работников которые стояли на блокпостах Вирус добра был именно придуман в сообществе предпринимателей Идея была оттуда И вот сейчас, несмотря на то, что там выделяются большие финансовые средства государством, предприниматели хотели сами поучаствовать конкретно адресно тем, кому нужна эта помощь Наша съёмочная группа отправилась вместе с автоволонтёрами по одному из адресов Там проживает Валентина Мать-одиночка, стремя несовершеннолетними сыновьями Младшему недавно исполнилось 4 месяца Многодетной матери, живущей на пятом этаже Получить продукты с доставкой на дом было вдвойне приятно Спасибо вам большое Благодаря вам я хотя бы понемножку устала Пока вот ремонта у меня нету Но я понемножку хоть кран поменяла Щёчек новый поставила Потому что финансово тоже нам немножко сложно Недавно вот родился малыш ещё На него тоже много у нас денежек уходит Для семейства Панарьиных визит волонтёров лидер КИЗ Далеко не первый По словам Ирины Мордасовой, одного из представителей волонтёрского объединения Вот уже в течение полугода они снабжают её детей необходимым питанием и детскими вещами И видя, в каком состоянии находится квартира Просят помощи у неравнодушных граждан города в улучшении их жилищных условий У неё трое деток Сын вот у неё старший, да, подросток Он, ну, всячески помогает своей маме Хотя тоже они ещё школьники Вот, ну, сами видите, да В каком состоянии квартира И очень сложно Ну, женщине одной сделать ремонт Может быть, кто-то отзовётся Может связаться с нами, со мной Я один из руководителей лидер КИЗ То есть могут связаться со мной И мы уже придумаем, как, может быть, помочь с ремонтом этой семье То есть мы будем очень благодарны неравнодушным жителям нашего города Те, кто желает оказать материальную поддержку В жизни ушёл её супруг, а позднее и мать Отца постановлением суда лишили родительских прав за систематическое употребление спиртного Именно тогда двух малолетних братьев она забрала под свою опеку И уже с четырьмя детьми пришлось скитаться по съёмным домам и квартирам Её родная истра обратилась в фонд Харакет С просьбой помочь данной жительнице города Жаркент Мы выехали, посмотрели, где она живёт Ознакомились, проверили все документы Да, выяснилось, что она действительно нуждающаяся До этого ещё по каналу КТК Её снимали в передаче «Дауда Майсыс» Именно там сначала её видели Там поднялась проблема, что она без жилья ходила Что не может оформить опекунство После этой передачи ей всё, Акимат помог, оформил Харикет подарил радость со слезами на глазах Ведь собственное жильё – давняя мечта Акмарау Касымхановой Теперь семья из пяти человек обрела собственную трёхкомнатную квартиру Сегодня наконец-то сбылась наша мечта Мы очень долго этого ждали Не спали ночами и думали, как приобрести собственное жильё И счастье пришло в нашу семью Я хочу поблагодарить всех, кто внёс лепту в это благое дело Спасибо всем, кто помог и поддержал нас в это непростое время На этом благотворительный фонд «Харикет» останавливаться не намерен Это 17-й подаренный дом в Алматинской области 271-й по всему Казахстану Помочь может каждый желающий, пожертвовав всего 1000 тенге И, возможно, именно эта 1000 решит судьбу ещё одной нуждающейся семьи Ведь, как говорится, с миру по нитке Алексей Цоя, Седюсюмек, Телеканал ЖТСУ Акции протеста против объявленных белорусским Центризбиркомом Результатов президентских выборов переместились в спальни района Минска Так как практически весь центр столицы был блокирован силами ОМОНа, внутренних войск и других структур Для разгона митингующих милиция предприняла ещё более жёсткие действия, чем накануне А также использовала весь арсенал спецсредств, включая светошумовые гранаты и резиновые пули Белорусский ЦИК утверждает, что на прошедших воскресенья выборах президента Александр Лукашенко набрал более 80% голосов На фоне как никогда массовой предвыборной кампании оппозиции Его противники в эти цифры не верят В стране отключают интернет, жёстко обходятся с журналистами Уничтожают их технику, пытаясь помешать освещению происходящего Лукашенко заявил, что не допустит революции Во всей стране задержаны тысячи протестующих Погиб один человек Местонахождение многих неизвестно Афины инициируют экстренное заседание глав МИД Евросоюза В связи с действиями Анкары в Средиземном море Греция обвиняет Турцию в провокациях и нарушении международного права Требует, чтобы направленное для сейсмической разведки В районе близ острова Кастелорин Судно Орун-Рейс и сопровождающие его 7 военных кораблей Немедленно покинули район греческого морского шельфа Анкара заявляет, что поиски нефтяных и газовых месторождений Судно будет проводить как раз в турецкой исключительно экономической зоне Кипра В воскресенье вооруженные силы Греции Были приведены в боевую готовность Из-за развертывания турецких военных кораблей В Игейском море в связи с учениями со стрельбами Евросоюз призывает стороны к диалогу Многие европейские страны направили в Бейрут Свои поисковые команды Найти живых шансы минимальны При этом как минимум 60 человек Остаются пропавшими без вести После взрыва в местном порту неделю назад На месте работают около 800 спасателей И медработников из 20 стран Включая итальянских пожарных В акватории порта Ливанские военные морские силы Продолжают вести поисковую операцию Они говорят, что полны решимости найти всех пропавших без вести Ведь новости о ходе поисков своих близких ждут и отчаявшиеся семьи Тем временем ИНИСЕФ оказывает пострадавшим срочную медицинскую и психологическую помощь А также обеспечивает нуждающихся питьевой водой Всемирная продовольственная программа ООН Направляет в Бейрут более 17 тысяч тонн пшеницы Чтобы обеспечить город хлебом на 20 дней Огромные зернохранилища в стране В большой степени зависящие от импорта Были уничтожены взрывом Это были все новости к этому часу А я с вами прощаюсь До завтра Редактор субтитров А.Семкин